Библиотеки Южного Урала всю неделю отмечали профессиональный праздник. День библиотек растянулся на несколько дней. И этот праздник библиотекарей разделили вместе с читателями. Каких только акций, выставок и конкурсов не было в эти дни. О том, как отметили праздник библиотеки имени Пушкина, мы поговорим с директором библиотеки имени Пушкина Светланой Онищенко. Светлана Викторовна, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, как в этом году прошел День библиотек? Что было нового? Вы совершенно правильно отметили, что День библиотек жители города вместе с библиотекарем праздновали в течение целой недели. Мы еще раз обратились к жителям города с просьбой вернуть книги в библиотеку. Те книги, которые по каким-то причинам взяли и забыли вернуть в библиотеку. Эта неделя была неделя возвращенной книги. И каждый, кто хотел эту книгу вернуть, мог прийти в библиотеку и без объяснения причин отдать эту книгу для того, чтобы могли и другие читатели ей воспользоваться. Более того, в эту неделю мы с удовольствием принимали от жителей города дары. Книги, которые они передают в наши библиотеки, опять же, для того, чтобы они получили вторую жизнь. Кроме того, было очень много различных акций. И впервые в этом году мы попробовали акцию «Скорая библиотечная помощь». Вы думаете, где? 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 В учреждениях здравоохранения. Потому что есть такой совершенно научно доказанный термин, как библиотерапия. То есть книга лечит. Кто сейчас читатель библиотеки? Кто читатель библиотеки? Любой желающий. Я бы сказала, что портрет читателей составить достаточно сложно. Это и молодые люди. К нам возвращаются люди среднего поколения с желанием перечитать классическую литературу. Эти люди более старшего поколения. Сегодня современная библиотека – это не только центр чтения, это многофункциональный культурный центр. Что сейчас читают? Вы сказали, что многие возвращаются для того, чтобы перечитать классическую литературу, кроме классиков. Кроме классиков. Конечно, в библиотеку идут за новинками. Сейчас очень много читателей обращаются за публицистикой, за мемуарами. Многие перечитывают и очень часто просят научно-популярную литературу, историческую литературу. И мы стараемся для каждого подобрать нужную ему книгу. Чем еще привлекается читатель? Ведь все-таки у нас время интернета, когда, я думаю, что в какой-то период интернет составил большую конкуренцию библиотекам. Совершенно правильно говорите, что действительно развитие новых технологий привело к тому, что библиотека не стала единственным центром чтения, как это было в свое время. Естественно, мы реагируем на вызовы времени. Да, в библиотеку вы можете прийти и поработать в интернете. У кого нет такой возможности это сделать дома, то есть зал электронной информации всегда к услугам. Кроме того, для того, чтобы иметь новинки литературы не в бумажном варианте, а в электронном варианте, библиотека заключает договор с магазином электронной книги. Я бы так называла такая организация ЛитРЭС, но воспользоваться этим магазином может только читатель библиотеки. Для этого вам надо прийти в библиотеку, получить логин, пароль и, пожалуйста, читайте новинки в электронном виде. Отличное приложение, я знаю его. Дома вы пользуетесь? Да. Это действительно замечательная услуга, она набирает оборот. Все больше и больше мы рассказываем о ней нашим читателям, и все больше и больше читателей ей пользуются, потому что удобно. Вы взяли книгу, вы читаете ее дома. Вам не надо идти специально в библиотеку, чтобы возвращать. Наверное, поэтому такой успех имел и проект «Мобильная библиотека». Большое спасибо, что сегодня были в нашем утре. Желаем вам новых читателей. Я напомню, что у нас в гостях была Светлана Онищенко. А прямо сейчас предлагаем вам посмотреть нашу рубрику «Утренний бутерброд». Уважаемые жители города, если вас заинтересовала информация о библиотеке, пожалуйста, приходите. Мы вас ждем всегда. Вернемся в студию через несколько минут.